Хочешь изменить свою жизнь и освоить интересную и хорошо оплачиваемую профессию дизайнера, но совершенно не представляешь, с чего тебе начать, я помогу. И сделаю это совершенно бесплатно. Переходи на мой канал и смотри авторский курс по программе Coral Draw от нуля до профессионала. Ты освоишь программу, научишься работать с иллюстрацией и полиграфией, создашь свое собственное портфолио и уже сможешь начать работать и зарабатывать. Хочешь на фрилансе, а хочешь в офисе. Решай сам. Пользуйся, пока бесплатно. Теперь давайте пройдемся по основному интерфейсу программы Coral Draw 2020. Как и в большинстве графических программ, интерфейс программы можно условно поделить на три части. Это верхнюю, сюда входит верхнее меню и строка состояния. Панель инструментов у нас находится слева и справа свойства. Давайте начнем с верхней панели. Практически во всех программах, будь то графический или обычный Word, например, есть вот такие вкладочки файл, правка, вид, макет. Вкладка файл. Здесь то, что мы можем сделать с нашим документом. Создать новый документ, открыть уже существующий, открыть что-то из последних документов, закрыть, импортировать или экспортировать. Вкладка правка. Здесь мы можем либо отменить какое-то действие, либо вернуть его, клонировать, что-то найти. Вкладка вид показывает нам наш макет, как он выглядит. Сейчас стоит расширенный вид. Это стандартный. Виды обычный и каркас, они упрощенные. Также мы можем войти в полноэкранный просмотр, управлять масштабом, линейки, сетки, направляющие выставлять. Вкладка макет. Она помогает нам добавлять новые страницы, либо дублировать, либо еще что-то с ними делать. Все это можно сделать здесь. И в любом случае все вот эти параметры, которые у нас есть в меню, они где-то доповторяются. Вкладка объект отвечает за действия, которые мы будем делать непосредственно с объектом на макете. Мы можем копировать эффекты, вставлять, создавать новые, скрывать что-то. Все это мы будем подробно, естественно, разбирать. Сейчас очень такой краткий экскурс. Вкладка эффекты. Здесь те эффекты, которые мы можем применить для нашего объекта. Вкладка растровое изображение помогает нам работать с картинками, которые мы добавляем в макет. Например, если вы в какую-то листовку добавляете фотографию или картинку. Вкладка текст. Тут все понятно. Здесь у нас работа с текстом. Вкладка таблицы. Это работа с таблицей. Вкладка инструменты. Здесь мы можем настраивать нашу программу, как нам удобно выставлять нужные инструменты, добавлять что-то, либо удалять. Вкладка окно. Здесь мы можем поменять рабочее пространство. Например, сейчас у меня стоит по умолчанию. У вас, скорее всего, может быть стоять упрощенное. Поэтому не пугайтесь, если какие-то инструменты выглядят у вас сейчас не так, как у меня. Давайте я тоже поставлю упрощенное. И будем работать с ним. Вот наше рабочее пространство изменилось. И вкладка справка у нас остается. Здесь все. В принципе, никто, наверное, не пользуется этой вкладкой. Следующее. Ниже у нас находятся практически те же пункты, но только основные, которыми чаще всего пользуются. Это создание нового документа, открытие какого-то документа, экспорт, импорт, печать, сохранение и так далее. Когда вы будете выбирать какой-то инструмент, здесь еще будут появляться настройки этого инструмента. Сейчас давайте как раз и покажу. Мы переходим к левому меню, к панели инструментов. Здесь у нас расположены основные инструменты, которыми мы пользуемся. И если под инструментом стоит вот такой вот треугольничек, значит, что-то там внутри еще спрятано. Наводим на этот прямоугольничек и нажимаем на него. И у нас появляются вложенные дополнительные инструменты, которые мы можем выбирать. Итак, во всех, где есть треугольничек. Вот, например, в инструменте прямоугольник нет треугольничка, значит, там нет вложенных каких-то файлов. Также инструмент текст, контур, прозрачность, пипеточка, заливочка. Все основные инструменты, которыми мы будем пользоваться. Если мы выберем, например, инструмент прямоугольник, как раз получается то, что я вам и говорила. Вот, в меню настройки этого инструмента, то есть, ну, давайте вот я вам покажу, создаем прямоугольник. Здесь мы можем изменять углы в нем. Менять его размер и еще какие-то штучки, о которых я расскажу позже. Субтитры сделал DimaTorzok